Исследование нефантастического подхода, и теперь будет рассмотрена задача уже байсовская, до этого у нас было только правдоподобие, а вот здесь у нас еще появится нектоеоприорное распределение, об этом я сейчас скажу. Из предыдущих результатов, мои результаты, которые я буду рассказывать, будут основаны очень сильно на то, что я говорил Андрей, но основаны они будут, но единственное реально, чем я буду пользоваться, это вот эта вот аппоксимация, то, что модуль логарифма отношения правдоподобия можно приблизить к некой квадратичной форме, и точность отписывается некоторой величиной для этого от R0x, для которой в наших условиях есть явная формула, и которая для многих реальных моделей дает асинтонику вот такого порядка, то есть для моделей независимых одинаково распределенных случайных величин, для обобщенных линейных моделей, и для некоторых других моделей можно показывать, что вот эта вот ошибка аппроксимации, она будет вот такого порядка, вот просто и в скупе, наверное, и всего этого ходит, что, причем результат, он, ну, не требует вообще говоря, то есть это finish sample result для конечного размера выборки, и, соответственно, если мы осматриваем растущий размер выборки, то мы можем позволять, чтобы размеры постранства, раскладов, взрывы выборки. Вот. Так, давайте теперь перейдем к тому, собственно, главному, главной цели моей части доклада. Итак, Борисовский подход и в Борисовском подходе обычно предполагается, что у нас есть данные, которые получили из некоторого распределения, ну, и в нашем случае модель вот такая, то есть из некоторого распределения, ну, вот L у нас логарифм, правда, по обе, значит, экспонент от L, это, собственно, само правдоподобие. Вот. Ну, более того, мы предполагаем, что сам параметр T, он тоже случайный, это главное предположение Борисовского подхода, и существует некоторое априорное распределение P, из которого он приходит. То есть вот такая вот двухуровневая модель. Вспоминая формулу Бориса, довольно просто здесь можно записать, что, вообще говоря, если у нас есть наши априорные предположения, если у нас есть некоторые наблюдения, то можно написать априорное распределение, то есть априорное распределение, уточненное по результатам дата наблюдения данных. Ну, и его плотность в точности донормирующего множителя будет компонентально произведению, соответственно, правдоподобия и плотности априорного распределения. Вот. Хочется про это, хочется как-то исследовать это распределение, ну и замечен был такой факт, который носит название теоремы или феномена Гранштейна Фомнизиса. Я недавно рассказывал на семинаре у Бородимова это, мне сказали, что теорема говорит плохо, потому что условий никаких сформулированных не было. Вот. Ну, Андрей, правда, уже условия сформулировал, но тот лидерат, который я напишу, он немножко не был. У тебя был ли семинаре Бородимова? Фомида. Фомида. Да. Вот. И мне сказали, что лучше бы есть феномен. Ну, я в целом согласен. Итак. Феномен... Что? Феномен... Что? Да, ты чему говоришь? Да. Опять, если что. Да, я возьму ее. Это конечно. Феномен Герштейна Фоминеса. Феномен Герштейна Фоминеса. Он заключается в следующем, что если вы возьмете, собственно, постериорную, случайную речню, потом ее правильным образом центрируете, например, оценкой максимум подобия, и потом эту разность правильным образом вы нормируете, например, информационной ванной цифрича, то асимптотически апостерированное распределение будет близко к нормальному. И, соответственно, ну, более конкретно в каком... Можно по-разному плитность распределения, на самом деле, не знаю, можно хоть расстояние ввести, доказать, что нужно распределить. Ну вот это вопрос, кстати, сказать. По-моему, ничего к вам не как слабого сходимости. Ну, я буду доказывать именно в смысле полной вероятности. Может быть, да, да. Это готовая вещь. Только мы и для этого сходить. Замечу две главные особенности этого результата. Ну, первое, что апостерированное распределение таким образом концентрируется. Ну и понятно, что слева у нас что-то ненормальное, а справа – нормально. И происходит концентрация апостерированного распределения, причем рядом с некоторым нормальным распределением. Это первое. А второй важный момент тут состоит в том, что слева оприорное распределение есть. Вот. Ну, то есть, оно здесь, конечно, открыто, вот оно через эту формулу. А справа – оприорного распределения нет. Вот. То есть, это называется эффектом вывывания априорного распределения, ну и так, чисто с концентрацией точки зрения, вещь довольно понятна. Если вы данных измерили очень много, то как бы, какие бы у вас не были оприорные предположения, ваши данные, ваши оприорные предположения забьют. и все будет определяться только данными. А на две стороны распределение как бы получается все равно. Ну, на самом деле, конечно, не все равно, потому что в нашем подходе мы, если что позволяем, что у нас размер за все остерки, то, соответственно, наше определенное распределение должно как-то меняться с увеличением размера выбора, и понятно, что тут возникнет некое ограничение. Скажу несколько слов, зачем эта теорема вообще нужна? Максим, а тут надо сказать, что эта теорема как бы, исходимость она по вероятности, но в каком-то смысле относительно Y еще надеюсь большой вероятностью или что-то такое вот. Ну, то есть... Ну, да, 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 то есть здесь как раз... Ну, так лучше подробно написать, Total Variation по чему? Нет, я конкретно как бы... Пока это единомер, пока это какая-то исходимость? Клабая исходимость по расстоянию Total Variation между двумя распределениями. То есть там по Y есть... Ну, короче, это надо записать, потому что на самом деле здесь есть... Ну, как бы... Нет, я это запишу, но я это запишу в свой момент, когда я буду формулировать свой результат. Да, отлично. Вот. Пока можно понимать просто, что вот это постереренное распределение, если измерений очень много, то просто будет происходить нормальный. Ну, так, для почти всех людей. Или для доминирующих... Да, да, да. Хорошо. Вот. Зачем вообще, может быть, эта теорема нужна? Ну, например, когда вы занимаетесь базовым оцениванием, то вам может... Может... Может хотеть построить доверительный интервал. Вот. Или доверительное множество для ваших оценок. Вот. Ну, на самом деле, вот из этого результата можно... Можно получать... То есть апостерерное распределение, оно на самом деле, если вы измерили данные, то оно изверху. Вот. Поэтому вы можете, наконец, посчитать апостерерное среднее, апостерерную коллекционную матрицу. Вот. Зная, что это происходит к нормальному, значит, все определяется первыми двумя моментами. Вот. Ну, значит, вы доказали, что ваши доверительные множества, построенные на основе моментов апостерерного распределения, они, так сказать, валидны. То есть там будут правильные доверительные вероятности и как-то... Все. Что-то совещаясь от этих... Да. Ну, хорошо. Увидимся. Вот. Я, наверное, скажу пару слов. Ну, если вот такое неформальное немножко введение устраивает, то я скажу несколько слов про историю. То есть ученые с берочтейненформируются, а потом перейду к достаточно простым доказательствам того, как вообще... Ну, во-первых, сформулирую результат и расскажу, как можно с помощью результата доказанного Аджея показать, собственно, здесь необходимое оно. История. Ну, теорема дана в честь Бернштейна и Фон Мизеса. Бернштейн — это... Бернштейн — это всякий фронолог, этот, наверное, самый знаменитый, Сергей Натанович Бернштейн. В России гид-советский математик. И в 1917 году... В 1917 году у него вышла книжка в Лерске Хайперского университета, в которой он рассмотрел следующую задачу. Он рассмотрел Бернулиевскую модель простую, вероятность успеха П, и предположил, что проведено N экспериментов, и из них было N успехов. И он предположил, что априорное распределение... Единственное, по сути, ограничение, которое он накладывает, это то, что априорное распределение параметра P, Оно отделено от нуля на... положительно на отрезки... Некоторые отрезки... Оценки максимум правонарушения. Вот. И вот в таких вот условиях он доказал, что... Поспериорное распределение параметра P при условии того, что мы пронаблюдали N успехов... А, ну точнее, вероятность того, что... Прошу прощения... Вероятность того, что... Поспериорное распределение параметра P при условии наблюдений... Она... сходится... Да? Некоторые залки в тени... Этого интервала... Можно тут, понятно... Я бы не записать там... Матресу Фишера и... И средняя будет N на N... Вот. Ну, вот так вот для простоты. Вот. Это вот такую задачу рассмотрел Гольштейн в семнадцатом году... Конкретная модель... Некоторое привозное распределение... С некоторыми условиями на него довольно простыми... Но вот он это доказал. Понимаете, что он в своих текстах семнадцатого года сказал, что... Написал, что вообще говоря, впервые такую задачу рассмотрел Марков... Марков брал P от P не любую... А P, тождественно, равный единик... Так называемое не информативное распределение... У нас такая задача есть... Мы вас тогда должны знать Маркова Эйденштейна... Ну, правда, задавали мне-то... Мы не знаем, что это... Помните? Да. Вот. Я думал, что это кто-то в откоре думал. Нет. Ну, может, это кто-то еще до Маркова, на Берштейна... Нет. Несколько лет назад после другой придумал задачу. А, оказывается... Нет. Нет. Вот это Берштейн... Ну, мы все эти проекты... Милые видео... Милые видео... Милые видео... Милые видео... Вот. Ну, я это прочитал. В семнадцатого года это было... Это недоступно. Есть книжка двадцать седьмого года Берштейна... Курс теории вероятности... Которая в идеальном качестве отсканирована... Там даже буковки отсканированы... Так что... Советую. Очень интересно. В частности, например, интересно, что... Фамилию Байет... Он пишет двумя с... Байет с двумя с... Ну, так вот. Не знаю, почему. Вот. Вот такой результат был в семнадцатом году Берштейна... А дальше... Максим, можно минутку... Вот это было все-таки условие... Там как-то оно должно быть... Вот это не стандартно, нормально, случайно, или что? Ну, это не стандартно. Не стандартно. А, это нормально. Ну, это просто... Соответствующее. Соответствующее. Да. Вот. В тридцать первом году... У Фан Визеса вышла книжка на немецком... Что-то типа тоже курс теории вероятности... Со сложным немецким названием в одно слово... В целом. Вот. Логичность вероятности. Да, типичен, да. Вот. И... Он в ней рассмотрел другую задачу. Он рассмотрел уже мультиномиальное распределение... С вероятностями исхода... М1, РК. Вот. Соответственно, опять же... Н экспериментов. Пусть соответствующих выпадений было М1, тогда и М2. Ну, и он рассмотрел в каком-то смысле симпрометрическую задачу. Там также предполагается некотная апплиорная сложность. Я про нее ничего говорить не буду, потому что типичные условия не менее необходимы. И он рассмотрел некоторую функцию... К аргументу. Ф, от П1, ДК. Есть у меня такую статистику, на которую будем смотреть. От нее там требуется два раз непрерывная дифференцируемость. И, возможно, что-то еще, но не сильно много. Вот. И тогда он доказывает, опять же, что вероятность того, что Ф, от П1, от ПК, при условии того, что мы продолжали, получились только толстепом. Опять же, Ф, от ПК, 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 я читал его книжку 57-го года, уже на английском, и он там говорит, что... Сейчас Максим вообще-то написал. В данном случае, Ф минус первое, от Х, и, и, в смысле, от Х, мне кажется, так все стареетно будет. Ну, это Фи, а под Фи будет стать Ф минус первое, от вот этого промежутка, иначе как-то она совсем очень, уж очень специальная. Ну, то есть, не хочешь под Фи написать Ф минус первое, от этого промежутка. Так точнее, потому что у нас все-таки нормальность имеет место только по П1, ПК. Ну, то есть у нас как-бы П1, ПК это был нормальный случайный вектор. Ну, да. Поэтому лучше было бы FD минус первое написать. Давайте напишем да, А, я не буду вот под аргументом, вот это, к отрезку применённую. А, вот здесь вот? Да, вот к этому отрезку меняется отображение от минус первого. Ну, вот да, вот да, вот ты правильно показал. Ну тогда это будет более-менее нормально. То есть по П. Нормальность нужна по П. Ну, то есть, марсинец, ну, то есть, парняный инвектор справа будешь там? Ну, нет, здесь просто условие, что Ф от П предлежит чему-то. Но у нас нормальность по аргументам Б. Да, что не надо. И поэтому надо показать, что нормальность, но на этот аргумент где-то надо и минус первого взять от этого промежутка. То есть это породит другое множество на П. Ну то есть нам надо завязать на, ну неважно это мелочь, но тем не менее, это действительно нужно для понимания, что у нас нормальность именно по П, а не по функции С. И поэтому Фи берется от Р, минус первого, от Х. Я думаю, здесь имеется ввиду, на самом деле, я точный результат не смотрел, но я думаю, что имеется ввиду, что в окрестности точки М1 на Н и так далее, МК, наверное, вот эта вещь раскладывается до второго члена ПТ-лору, вторая часть заказывается малой, а первая часть это ровно гарантирует нам, вот так, где СП-шки нормальные, это выехало. Раскладывается по ПТ-лору, ну, хотя бы у нас, ну не знаю, ну ладно, сейчас ДТХ-то находит маленькая должна. ДТХ-то находит маленькая, нет, почему, а синтетически, оно стоит и бесконечно. Ну, собственно, смотря на, наверное, какой Ф, пишите, нет, Ф два непрерывной дифференции. А, ну тогда понятно, наверное, потому что, смотрите, получается, П, они все имеют распределение ДТХ, а когда мы ДТХ складываем, как-то, ну, из них есть преобразование ДТХ непрерывное, оно опять ДТХ-то находит, вот. Ну, давайте, я думаю, что это не совсем суть, это просто немножко истории, вот, ну и интересно, что в этих книжке Минус говорит, что, ну, для каких-то более общих распределений догадать вроде бы не сложно, но почему-то никто еще не достигал, вот. Вот. Дальше я немножко на слова скажу. В 1953 году ИКАМ преддает для похожего результата достаточно общее доказательство в терминах того, что к нулю стремится или один норма, разница, просто плотности, вот. Ну, условия, я точно его сейчас не предведу, к сожалению, у меня саму статью оригинальной найти не удалось. К нулю стремится в каком-то вероятностном смысле, ну, скажем, стремится слабо, а к нулю или один разница вот этих плотностей, ну, понятно. Можно-то еще вопрос? Вот просто, получается, если мы нормальные величины, там, будем перемножать или, там, где-то, где-то, где-то на жизнь не получится, сходим из них нормально. В общем, здесь можно придумать тело, которое здесь, наверное, все испортит, но вот он рассматривал бы книга, который хорош, и я извиняюсь, что я здесь не точно. Вот. А я думаю, что он для каких-то мест, для которых все будет хорошо. Ну, эта книжка уже настойная должна быть, о немецком, с таким названием, что нужно назвать, что это вопрос, это должно быть постоянно. Какие же все-таки назовете? Нет, ну хотя бы какую говорить. Ну, я немецкий не знаю, к сожалению, с 1931 года, когда он не знал, что думал, что он не знал. Извинная ссора, довольно слабо. Нет, 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 нет. Ну, с самого согласна. Вот. Не помню. Но забой не начинается. Вот. Ладно. Ну, вот эти вот все результаты, их такой важной особенностью было то, что размерность пространства предполагалась конечной и фиксированной. Вот. В современной статистике... Ну, вот это P, да, ты имеешь в виду? Ну, в своих обозначениях P? Ну, в моих обозначениях P, это не вытепы, а которые... Размерность пространства, размерность N. Вот. Ну, в современных приложениях, на самом деле, бывают модели просто с растущей размерностью, а еще бывают непараметрические модели, которые часто аппроксимируют модели не конечной размерности, и там довольно естественным оказывается, чем больше у вас данных, тем больше точностью вы аппроксимируете. Вот. Соответственно, модели с растущей размерностью сейчас, ну, в современной статистике являются довольно естественными. Вообще, я говоря, их начал исследовать в свое время в 80-х портной такой. Вот. Фамилия. Фамилия. Портной. Американский математик. Вот. Он рассматривал вот типа Тиарем Фишера, может быть, Вилкса не уверен, но вот такого типа результаты секвентистские для, соответственно, моделей с растущей размерностью. У меня там серия примерно десятых статей, там, для разных моделей, еще чего-то. Вот. В Байловской статистике эти модели начали рассматривать в конце 90-х. И первые работы с растущей размерностью, там серию работ 98-99-2000, я бы приковал такой индийско-американский статистик Ботл. Госсмон, по-английски пишется почти так же, как крутой. Вот. А, ну, если опять еще буквы. Вот. Госсмон, у него есть статьи, и он там вот доказывал серию... Госсмон. Госсмон. Вообще, так лучше не писать, как-то выглядит в Госсмон. Да. Ну, вот так вот. Сфариками. Ага. Госсмон. Госсмон. Нет, на самом деле, он живой, я с ним на эту тему общался, он даже не старый на самом деле даже, я с ним общался ровно год назад, что как-то интересно. Ну, так что, как-то... Всполняйте это точно. Хорошо, Paymore. Он рассматривал некоторые семейства, он рассматривал специальные распределения, он рассматривал специальные семейства, он рассматривал общенную линейную модель, он рассматривал линейную регрессию с гауссовым шумом. И для некоторых и он, и у него получалось так, что в наиболее общем результате теоремы Берштейна-Фунт-Мизуса выполнялось при выполнении условия F4, наверное, модарифм P в 0. Вот. Но и для некоторых моделей, частности, по-моему, для обобщенных линейных, он показывал F4 на F7. А что такое обобщенная линейная? Это имеется в виду нормальная эгрессия, да? Обобщенная линейная модель – это обычная герметичная переменная, когда у вас распределение экспоненциальное, то есть плотность пропорциональна… Экспоненциальное семейство, я думаю, а по линейности тут как бы почему… А линейность, потому что вот там плотность такая примерно, компонента, это L от Y на Омега минус D от Омега, вот, вот это Омега, оно берется… А, при ИК или… А, при ИК или иной… Да, да, да. Так вот там вот это, вот что-то такое. Угу. Ага. Ну, понятно. Ну, то есть, грубо говоря, да, вот, модель именной линейности, так и загадывался с ним, то, у вас с экспоненциальной семейство. Ну, честно. Мы сейчас снимем. Хорошо. Дальше за год нам было еще некоторое количество работ, в частности про симпрометические задачи, которые мы можем потом придумать. Ну вот это для нас один из таких островных результатов. Мы можем показывать такую вещь для довольно широкого класса моделей, независимых и на определенных величин обобщенных линейных моделей, опять же, той же самой регрессии с негаловским шумом, ну и еще некоторых. Вот. Соответственно, целью работы является доказательство результатов типа близости обостренного распределения к нормальному для конечного размера выборки, для достаточно большой размерности параметров. Мы допускаем неверную спецификацию, чего, кстати, у этих товарищей не было. Ну и дальше это можно все расширять на галовские, ну на регулиризующие распределения, то есть когда вместо полной размерности у вас результате появляется некоторая меньшая величина. Она называемая эффективной размерностью. Вот. И для различных параметровских и иерархических моделей, ну вы знаете, что для параметров... На параметры... Оприорное распределение может, опять же, произведено каким-нибудь параметром, на него можно еще оприорное распределение наветить, в принципе, эту историю можно продолжать достаточно легко. Вот. Ну можно показывать, например, что для параметра оприорного распределения для него тоже будет выполняться какой-то такой результат типа нормальник. Вот. Это, конечно, в большом количестве данных. Ну вот последние два пункта про легулиризующий, про иерархический, это точно вне рамков сегодняшнего доклада. Вот. А сейчас я расскажу, как можно вообще получить, в общем, ну, основной результат, проблизость. Встает на распределениях нормально, у меня синтетические основы, особенно я там локально продолжаю. Как вообще работает? То есть, вот этот результат, он локальный, и он верен при тех предположениях, про которые говорил Анжей ранее, для ответа, из некоторого локального множества. По-видимому, Арнольд окрестности, в суде, потому что написано, Арнольд там, в правой части. Да, вот. Но я сейчас все-таки воспроизведу. Я, раз уж начали с таких обозначениях, я буду здесь писать букву Ю, если он большой, Вот. Хотя можно было бы, хотя можно было бы просто писать это большое, и уронить проблему, но он взял не проще всех. Вот. Да. Соответственно, это множество таких тестов, что... Голубого другое, хотя бы сейчас это было бы, и уроничен равен от R. Это R. Вот. И, соответственно, если наши условия выполняются для некоторого R равновая 0, то вот такая вот локальная аппоксимация, она имеет место в бутиле. Соответственно, для Тайцевского случая нам нужно будет работать два шага И, соответственно, первым шагом будет доходиться концентрация, а вторым — Гауссовская проксимация Вообще, давайте допишем объект, с которым мы будем работать Это в стереорном распределении Вот здесь у нас есть некоторое множество А из ЛП Вот, ну и тогда, собственно, вероятность того, что дектора исключения в него попадет, она будет по ее запишем в следующем уровне Ну, а в результате, соответственно, все то же самое, как и с индикатором И наша цель будет доказать, что для любого множества А Уполняется, что модуль разности минус разности, модуль разности апостеренного распределения И, соответственно, апостеренные меры этого множества и некоторые гаусы, к примеру, множества Она... мало Ну, например, что-то в таком точне Ну и довольно скоро будет понятно, что здесь будет точность Сейчас, а... Нет, здесь есть степень плюс Предполагается, что дельта, она меньше маленькая, например, она в кубе на n В коренье в кубе на n И она... она малая близко к нулю, но тогда... Так, что-то плохое лучше, да? Тогда это будет сколько единиц есть? Ну, единиц минус экспонента, наверное, да? Да, 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 единиц Нет, да, ну, можно единиц минус экспонента Ну, да, например, можно единиц минус экспонента Ну, сейчас скоро будет видно в таком виде я это сформулирую В таком деле... Давайте напишем... Слава... А вот вероятность на категории, что игрок с печами легчина Верс, печами вектора, тоже надо как учитывать в такой запчете? Абсолютно верно, спасибо за эту металю Я буду контакт на этом в таком виде, чтобы быть точным Наверное, с вероятностью единицы минус экспонента Да, и это вероятный, и это неравенство, оно верно с вероятностью... Ээээээ... С... П... Возьмем вам, да? С... Верно с небольшой... Небольшая, где-то 3, 4, 5 Вот... С такой вероятностью Ну, имеется в виду вероятность, которая тоже самая вероятность на пространство, о котором мы видим Это вероятность на игре, да? Да, на лимит Это вероятность на игре Чем больше вы хотите точность здесь, тем больше будет расти ошибка здесь. Ну, как по плюс-эксплуги. Вот. Ну, вот это то, что мы хотим. Как мы это будем делать? На самом деле делать это будет за сортом. Давайте посмотрим на 4. У вас есть 3. Да, важный комментарий. Пока для простоты я положу фиатета неинформативным. Может быть даже не собственным, если у вас все это живет просто в РП. Пока спрячу один важный фактор про теорию Штейна Фомидоса. То, что правильно бывает, у нас его просто не будет. Он будет не придавать, так сказать, преимущество, никакой у вас собраться. Вот. Соответственно, у нас есть интеграл, экспонент. И мы будем оценивать два приема. Мы будем оценивать числитель и будем оценивать деминафика. Для простоты проведу только оценку сверху. Оценка снизу, она практически чуть сложнее, но... Скажется, интересно. Ну, вот. Что у нас есть? У нас есть такой вот интеграл. Например, будем оценивать числитель. А, идем в дикателе. Я буду для того, чтобы показать это в удобном виде, я буду рассматривать это не так раньше. А, да, мне нужно еще два обозначения. Во-первых, я буду величинить это с кружочком, которое есть это с разверточкой, плюс 2 минус 1 кси. Ну, это можно рассматривать, например, приближение центра массовой правдоподобия для первого члена ПТО. Это величина... Ну, и мы будем пользоваться именно ими, а не, например, явно центры максимально правдоподобия, просто где-то в центре обозначили. Вот. И я буду рассматривать, записывать множество А в определенном виде. То есть я, на самом деле, буду рассматривать вот такую вещь. Д0, Т1, минус Т1 с кружочком, то есть вот так вот мне будет удобно, чтобы явно увидеть, что появился. Т1, 10, еще один индикатор. Ну, у нас вот есть отношение двух инстегралов, я замечу, что мы можем вот так множество числительных, применять... Да, а что мы с индикатором сделаем, я не совсем понял. Ну, я... Можно множество А в плане смотреть прямо вот так, а я буду просто по-другому написаны множество А. То есть А двоеточие равно А. Ну, то есть это другое А. Короче, другое А. Ну, можно написать, поскольку, да. Хорошо, давайте здесь будет Б. Что? Вот. Ну, здесь заметим, что поскольку у нас отношение двух инстегралов, ну, можно... Чего ты это сделал? Сейчас увидим. То можно замножить числительный знаменатель на одну и ту же величину. Например, замножим на экспоненту степень и минус цель ТСС-2. И вспомним определение, то, что цель от двух аргументов это просто прекрасность. на самом деле я буду анализировать вот так. вот здесь у меня тоже перебудут с такой величиной работать. Ну что, я хочу сказать... Ну, может, лучше что-то вводить, а не делать с этой степенью. Почему ты это созвездой? Почему ты это созвездой? Правильно? Что? Это 0 случайно, правильно? Это созвездой фиксированной. Ну, что теперь я хочу сделать? Я хочу сделать следующее. Если у меня... Мне теперь единственное, что мне осталось, это мне осталось наложить ограничения на множество... На множество... А... Так, я... Я извиняюсь, а мы можем прерваться? Ну, что-то у меня подходит. Да, что случилось? Что случилось? Что случилось? Да. Да, я прошу прощения. А какие-то вопросы появились? Да, нет-нет-нет, мы просто обсуждали там... Ну, потом, когда-нибудь за собой подойдешь. Да. Ну, до этого я зайду. А... Да. Тут нужно сказать еще одну вещь, наверное. Нужно сказать, что мы... Соответственно, это будет... Это шаг мы сейчас хотим доказать аппроксимацию. Нам очень важно доказать концентрацию. То есть то, что с большой вероятностью в некоторых... Что с большой вероятностью пасториорная случайная величина она лежит на вот этом вот локальном множестве для 0 за 1. Ну, вот. Ну, соответственно, я буду предполагать сейчас, что у меня для простоты вывода то, что у меня А, оно такое, что, в общем, из-за того, что тета принадлежит А, следует с большой вероятностью, что тета принадлежит в локальной области. Ну, это понятно, зачем мне нужно, поскольку у меня здесь в определении А и в определении вот этой области у меня здесь разное центрирование, можно, конечно, записать там в один переход явно, но более непонятно, о чем я говорю. то есть тета принадлежит где 0, где 0, где 0, где 0, где 0, где 0. Соответственно, у меня тета сейчас находится в локальной области, и я могу что-то сделать? Я могу написать банальную вещь. Я могу использовать вот этим неравенством и написать, что это меньше или равно коньента 200 неравенством. Ну, вот на интервью. Ну, вот здесь вот у меня под экспонентой некоторая квадратичная форма. А раз это квадратичная форма, то это уже похоже на какую-то стандартную нормальную, на какую-то гауссовскую миру. Но чего-то, наверное, там за нее и хватает. Ну, а остается на самом деле все, что сделать, это умножить на некоторую величину МАКСИ, вот здесь, экспонентной степени МАКСИ. И это... Сейчас я запишу что-то такое. Да, все. Плюсы МАКСИ. Вот. И МАКСИ записывается как... В общем, просто я ничего не понимаю. И хватает вот этой квадратичной формы для того, чтобы встать плотностью нормального периода. Наверное, чтобы не путать, я еще квадратичную форму выпишу. Где она у меня есть? Ну, а МАКСИ, соответственно, сидит в КСИ. Поскольку мы считаем условным от ожидания, то КСИ заморожен. Да, КСИ заморожен. Ну, и та случайность, которая будет сейчас в КСИ, она должна быть заморожена. Угу. Ну, вот. Ну, давайте я запишу все следующее. КСИ. КСИ. Это вот такая вещь. Ну, и, соответственно, если это все скомпоновать, то там получится... Вот так все. Получится... Получится логарифм... Если тета, тета, сосредоточка, все МАКСИ, то в сумме получится пол... логарифм плотности нормальной меры. Вот. А... А первое слагаем откуда? Ну, чего же надо думать? Вот первое. Вот это, да. А это... Ну, если просто по Сейлонову раскладывать, тут бы было ТЭТ и минус ТЭТ, со звездой умножить на... На градиент. А КСИ это ровно... Д0 в минус 1 на градиент. Это умножило здесь на Д0 в минус 1. Вот. И оно вот так вот... Что? Непонятно? Понятно? Хорошо. Оно на КСИ, да. Только у меня смущает то, что все-таки... Градиент... Ну, сейчас там они порядок, вот как-то порядок... А, там транспортируют. А, тогда, да. Тогда он как бы... Одинокиметричный. 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 Нормальный, да. Все. Ну, мы предполагаем везде, что дозор квадрат положительный определенной массы. Ну, соответственно, у нее существует единственный корень, вот, ну и так далее. Ну, а, собственно, почему ее не так вот такое не считать? Потому что, если она вырождена, то мы можем инцептировать размеры из пространства параметров как всегда. И, в общем, мне, конечно, считать, что не вырождена. Да, это правильно. Ну, это все действует. Спасибо. Вот. Ну, чего у нас здесь получается? Ну, и, на самом деле, все. После этого получается, что вот это вот меньше или равно, чем... Точнее, это точно все равно, тому, что это монетра... ...множить на инстеграл по... ...грамма... ...блежит... А? А, вот это и максимально... А, оно сокращается, потому что у меня чиститель экзамена это добавляешь. Правильно? Я сейчас про это скажу. Ну, да. Ну, да. Теперь это кончику. Дву. 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 То есть, делая замену переменов у равно вот ровно вот этому, вот, получается... Это, я замечу, при условии наблюдения данных это все фиксировано. Вот. А, то это вообще, это стандартный галка из кармера. Вот. Ну, и получаем то, что не являлось. Экспонента. Ну, да. Ну, только в условии, что можно, так сказать, видеть дополнительную галка из кармера. Да, сейчас. Я про это расскажу. Угу. Ну, да. И это вот стандартный галка из кармера. Теперь, что нужно сделать, я, наверное, чтобы не тратить время писать не буду, что нужно сделать с числителем, ой, в смысле, со знаменателем. С знаменателем нужно сказать, что интеграл по всем пространству он больше или равен интеграл по локальной области. Дальше на локальной области сделать оценку, квадроктичную оценку снизу. Вот. И сказать, что, ну, и в итоге получить, что там получится некоторая, опять же, галковская мера этой локальной области, поскольку у нас, а поскольку у нас мера локальной области большая, то и там будет что-то примерно единица. Ну, и некоторые там. Получится, что вот эта величина, она равна, она больше или равна, чем экспонента от чего-то там, ню отерной. Это ню отерной, оно близко к ню отерной. Ну, минус ню отерной. Значит, мы берем полный интеграл по всему пространству. Мы берем полный по всему пространству. Чтобы пройти дальше с нашей техникой, мы сужаем его до локальной области. На локальной области заменяем на квадратичную аппроксимацию, получаем некоторый галковский интеграл. Но намножение на м от кси сводит его к стандартному галковскому. Ну и там получается, в самом деле, ну, там получается вот эта вот оценка снизу, это вероятность того, что норма гамма плюс кси больше или равное ноль. Вот. И выбором р ноль. Если ноль был правильно выбран, то все получится хорошо. Да. Хорошо. Вот. И... Непонятно все-таки, зачем мы тета ноль вводили. Вот. Извините. Правильно, пока вот никак и не помню. Тета ноль мы вводили, потому что мы квадратичную аппроксимацию умеем делать вот таким вот этим, вот этим вот. Вот именно такого вида. Здесь вот есть вот этот кси. Если я тета ноль ввожу, именно тета ноль в центрирование, то у меня получается вот здесь вот явная стандартная галковская величина. А если было бы не тета ноль, то было бы что-то другое. Вот здесь, ну, мне хочется получить, да, полный квадрат. Значит, еще раз, это используется в каком месте? Значит, где тета ноль, где у нас возникает в этих формулах? Вот именно вывод, как я пока... Тета ноль, это когда вы складываете м от кси вот это вот, вы выделяете полный квадрат, и там получится в итоге не д ноль тета минус тета со звездой, а д ноль тета минус тета со звездой, и чего там... Минус кси. Минус кси. Вот. Дальше вы д ноль выносите, и вот здесь получается минус д ноль минус тета кси, вот, а этот это ноль. Сейчас. Сейчас. Все равно не забираем. Да, так. Хорошо, хорошо, хорошо. Да, ну сейчас. Я действительно очень понимаю, мы уже как это вообще сказывается, вот так вот или где-то ноль, где-то с звездой использовали, вот по-моему какая-то такая внутренняя кухня, которая нигде не вылезает. Есть такое ощущение? Ну, смотрите, у нас как бы есть, ну, это вылезает чисто израз. Я могу сделать, конечно, любое. Внутри храни вопрос в том, какой у меня член в итоге выйдет и как мне его оценили. Мне удобно сделать такой тетанол, потому что тогда явно получается, что у меня вот здесь вейд, вот в этой счёточке, которая аппросимация, у меня есть истревиальный линейный член. И я подбираю тетаноль ровно так, чтобы у меня полный квадрат сравнился. Ну, как бы получилось. А вот в этом результате, где в ответе тетаноль? Или где оно вообще-то есть? Ну, вот ответ, как бы, получен, где же у меня тетаноль? В ответе где тетаноль? Да, и вообще где оно, чтобы нам было нужно? В постановке тетаноль нету, в ответе тетаноль нету. В постановке есть. В постановке я пропадал следующую, что вероятность того, что тетаноль минус тетаноль приближает к а, меньше или равно, ну, на самом деле там вот так получается, два дента от тетаноль х, плюс вот это вот там ню, которое я имею в виду. И умножить на фи от а, где фи это стандартный просто. Да, понятно. Хорошо? Вот. Соответственно, примерно так же придётся на пару достаточных членов больше оценивать. Доказывается оценка снизу, синий на пару на один. Вот. И получается вот то, что я заявлял. То, что можно зажать по стереотную меру, сверху и снизу гауссовскими, и ошибка, она вот такая мультипликативная. Ну и если вот по кубе там, наверное, хорошее там для какой-то модели, то маленькое, в смысле, вот, то получится, что величины маленькие, ну и, то есть, экспоненты примерно, экспоненты с аргументом маленьким, это примерно единицы, ну, значит, хорошо. П в кубе, наверное, приезжает не из-за того, что здесь как-то новое, а из-за оптимации старой. То есть, Вилкс порождает вот это П в кубе, наверное, и оно уже переносится на Бенштейна фон Мизеса. Да. Для Фишера, по-моему, там П просто, или П квадратен. П квадратен. А вот уже, соответственно, Вилкс и Бенштейн фон Мизес – П в кубе. Да. И вроде как есть результаты, так сказать, контрпримерного типа, которые показывают, что в общем случае без дополнительных предположений это не улучшаемые оценки. Для всяком случае для Вилкса, по-моему, или для Фишера он такой что-то был, да? Ну, для Вилкса есть следующий контент. Кирилл и чем он, да, вроде там? Ну, про Кирилла не знаю. Кирилл просто этот результат рассказывал на семинаре, но он его подлежит. Ну ладно. Соответственно, есть пример Андрея Сандерсона про то, что если вы рассматриваете семипараметрическую модель, при всех этих условиях такие же, если вы смотрите на какой-то подвектор, то нельзя сделать это лучше, чем по квадрат на куб, как у размер есть подвектор. Вот. Такой результат есть. Вот. Вот это основной результат такой есть. Ну, соответственно, его следует под кубинем для бога. Вот. Этот контент есть контрпример, и все хорошо. Для Дверштейнов и Мизеса честного контрпримера нету, потому что, в частности, мы не умеем доказывать, что я тебе поясню. Давайте, у меня есть ощущение, что я уже не успею потом донос так четвертой части своего доклада, поэтому я давайте сейчас поговорю немножко про семипараметры, то есть мы переходим к этой специальной школе. Тренинг мы можем так закончить, потом перерыв, потом жиль, потом снова перерыв, потом ты, потом снова и не трое. Ай, ну ты беда. Ладно, тогда давайте начальник по мне, а потом вернемся к вопросу отношений, контрпримеров и так далее. Контр... вот. Вот. Это мы доказали аппроксимацию. На самом деле нам нужно бы еще показать концентрацию. То есть разморозить, разморозить кси. Сейчас же мы его заморозили, на самом столбе тигрик заморозили. А теперь мы его размораживаем. Ну, пока не знаю. Опять буду писать для почти всех. Ну, мне нравится просто. Вот. Соответственно, что нужно показать для концентрации? Ну, я не буду доказывать. То есть, что мы хотим. У нас есть локальное множество. Вот это вот. Юпсион. Вот. И мы хотим показать, что вероятность того, что тетер принадлежит юпсион. Мы хотим выбрать рмоль так, чтобы... Такая вероятность, она была сильно меньше. А, наоборот, сильно больше. Но не попасть. А, вероятность считается, что такое? Что? Это по аутостериодной мере. И что такое соотношение, много больше, оно пополняется для почти всех людей. Вот такое утверждение получается. То есть... Ну, это просто вот при фиксированных ивриков, это терминированный объект, некая детерминированная мера. Ну, вот, что для большинства таких вот фиксированных ивриков будет оказываться, что мера вот этого множества, вот эта опустеренная фиксированная при фиксированных ивриков, она будет... Ну, тут две концентрации есть. Одна из тех, о которых ты сейчас сказал. А есть вторая концентрация, что уже по иврик концентрации. По иврик? Да. Есть местосходимость вот таких мер. Да. Но это же невероятно, что иврик, потому что там иврик присутствует. Можно говорить, что есть концентрация, что какой бы иврик ни был, ну, в каком смысле более-менее такой закон больших чисел, что мы сходимся. Да. Да не закон больших чисел, а вот именно такая слабая сходимость вот к тому, что... Ну, так и есть. Тут две концентрации. Тут другая концентрация. Это апостериорная, что концентрация. Да, это апостериорная. Ну, это и так просто... Ну да, речи в апостереонной, но в смысле, что оно будет для почти симпатиков, и чем больше данных, тем для большего количества нитриков. Нет, я просто думаю, что две концентрации здесь есть. Мне не важно, да. Вот. Ну, как это делать, на самом деле? Ну, если мы посмотрим просто на отношения этих двух величин, то у вас здесь... хотим показать просто, что если мы возьмем... Вот, то эта величина будет маленькая. Ну, опять же, мы будем оценивать числитель, будем оценивать знаменатель. Со знаменателем мы не будем делать ничего нового, это по локальной области, соответственно, мы будем делать так же, как со знаменателем вот здесь. Мы будем это сводить, как показалось, к вероятности. Вот, и с этим ничего нового не будет, в общем, примерно единица, да примерно единица, но если правильно программировать. Вот. Что мы будем делать в числителе? А в числителе мы будем пользоваться следующим, что если вспомнить условие Анджея, которое называлось... Условие Анджея. Условие, которое формулировало Анджея, которое называлось Эйн. Что здесь? Условие Эйн. Это оно нам говорило следующее. Оно нам говорило, что минус 2 от ожидания. А, вот здесь. Соответственно, тут можно ставить V от R, и это сильно увеличивать общность на самом деле, но для простоты сегодня мы ограничимся с случаем, когда можно до констанции, то есть там, но в каком смысле сильно выпуклась вся эта вещь, то есть равномерно, да, равномерно сильно выпуклась, вот, что с этим нужно делать, на самом деле, дальше из этого можно показывать, вот из этого условия и из условия рекида 0, можно показывать, что на самом деле, наверное, еще не тропа, вот, можно показывать результатов такого типа, можно показывать, что L с этой звездой, не разница, меньше или равно, чем минус... Тут, наверное, не B пополам, наверное, что-нибудь типа N4, или что-то может быть на среде, на такой, на безопасной стороне, вот, и это для Т, не принадлежащих локального возраста, не принадлежащих локального возраста, вот, ну, на самом деле, этот результат, его довольно просто понять, вот, если мы эту вещь распишем как матожидание, вот, матожидание, мы, вот, сверху ограничим как раз вот минус B на D0, вот, соответственно, это один шаг не разница, и нам, соответственно, а дальше половину этого, половину того, что у нас есть атмосфердание квадратичной формы просто оставляем, а половиной квадратичной формы с большой вероятностью забиваем стихистическую часть. Какой-нибудь ядерного условия надо будет использовать. Да, нужно будет использовать, потому что эта штука, ну, носит, да, как бы, она будет линейная, и, соответственно, нужно будет, чтобы быть, как линейный, и, соответственно, нужно, чтобы радиус был достаточно большим, чтобы квадратичная победила была. Вот, и из этого все получается. Ну, а дальше, как это применить, вот, сюда, сюда это применить очень просто. У вас здесь есть, вот, в числителе у вас есть вот эта разность, вы ее сверху ограничиваете вот этим, и, соответственно, это получается, здесь числитель, получается интеграл от чего-то пропорционального экспонента минус, там, b что-то, это норма до ноль с этой квадратик, интеграл по множеству, норма это с этой квадратик больше, чем r0. Ну, понятно, что вы такой интеграл можете сделать, как угодно, мало, если возьмете, точно, обращу r0. Ну и вот, собственно, так выбирается радиус. Наверное, это основное, про то, что я хотел рассказать. Здесь можно еще делать, на самом деле, вот эта техника с индикатором, она, можно сюда вставлять не индикатор, а сюда можно, в принципе, вставлять любую положительную функцию, то есть можно, сейчас я это напишу. В каком смысле это же можно из пиотета зашить? Можно из пиотета, нет, пускай у нас пиотета фиксировано, а теперь мы хотим посмотреть на момент атмосферного распределения, тогда можно, например, брать не индикатор из этого можно выводить, из этого выводятся, на самом деле, два результата, то есть мы получили оценку на вероятность, а еще можно получать следующие оценки. Во-первых, пускай у нас это с чертой, это постериорное мотожидание, вот, и S квадрат, то у нас постериорная вариация. Вот, тогда можно показывать два следующих результатов, основываясь на границе для такого типа квадратичного функционала, квадратичного объекта, можно показывать, что, во-первых, D0, это сейчас правильно будет с кружочком по норме, меньше равно, но там такая трука пишется, 4Δ0x, здесь 4 нескольких минус x, вот, и можно показывать, что D0 минус 1, S квадрат D0 минус 1, здесь квадрат нормы, а вот минус единичной массы, и вот эта норма, это супремонорма, меньше или равно тому же самому. То есть, что вы говорите? Вы говорите, что у вас первый момент близок к чему-то, что там, на самом деле, близко к пациенте максимального подобия, а второй момент, близок к обратной информационной модели с фишем, вот. Это то, что очень приятно. Тогда вы можете внутрь теоремы Горнштейна фон минуса, вот сюда, вероятности вставлять, вот сюда, это сейчас у той, а сюда S минус 1, это вы не знали, это вы не знали, это вы знаете, это вы знаете. Да, да, это ровно то, что S там шло, ну правда и... И за это есть плата, за это есть плата, платы за то, что мы вставили сюда S минус 1, к сожалению, в наших условиях она есть, и она дает дополнительный корень из П. То есть, П в кубе, ну, Н, А, Н... Получается корень из П в четвертый, наверное. Да, вот так вот. Это максинты вот, ну вот это вот, да, что можно заменить, чтобы в четвертый будет? Ну, это скорее все-таки начинал вот бесцвет Вадима Григорьевича, мы как-то продолжаем. Не, ну и понятно, что начинал Вадим Григорьевич, но такие результаты-то они где в футболе? Этот результат, он, его можно найти в двух местах. Ну, то есть, Вадим Григорьевич в свое время начинал просто вот эту задачу, как я ее сегодня рассказываю, он ее такую делал, вот, но этот результат по различным причинам так ни разу нигде не был опубликован. Он лежит там на архиве, он лежит там с рабов все спокойно, вот. А я это делал дальше для симпрометрической задачи, и это опубликовано у нас с ним в трудах в Стекловке и в журнале поисковской анализы. Вот. Там это все есть, но там это все чуть-чуть перепосано на симпрометрических случаев. Вот. Вот. Про это еще нужно сделать комментарии. А, ну, первый комментарий я уже сделал, про то, что можно вставлять сюда неизвестных объектов известных. Вот. Еще раз подчеркну, почему известные, потому что у вас посторонное распределение, как бы уж столько вы данных вы наблюдали, оно у вас полностью известно, и в принципе, если вы достаточно хорошо будете делать там такая у вас многомерная пространство, вот, то вы можете это просто посчитать. Вот. да. Ну, можно сказать, как? Ну, так сказать, как посчитать? Ну, MCMC? Ну, а еще очень просто интересно. Ну, я не раз в жизни делал. Такие делал, но и пользовался готовым. Ну, а как бы ты это делал? Ну, просто интересно, я не знаю. Вы часто думаете об этом. Ну, я предлагаю это вынести. То есть, я могу назвать это ключевые слова, но я боюсь, что если я сейчас начну это писать, то мы, во-первых, всегда отклонимся, а во-вторых, я где-нибудь ошибусь. Ну, хорошо, ладно. Давай, действительно, отдельно. Да. Ну, там есть еще с ними такой хайсинг, еще там логарифм. Я знаю. Ну, вот, как раз назад все хотел такую задачку вставить, задавали. Вот. Поэтому решил, раз уж это здесь возникло, ну, ладно, может, отдельно действительно. Ну, я, честно говоря, небольшой специалистом на каталогах, пока не делал его, хотя бы было бы, конечно, у личных проблем. Вот. А, да, и последний, крайний комментарий, который я хочу сделать, это то, что у нас до этого было. Да, боитесь, я изменяюсь, но... Такая английская камера, такая просто замечательная. В смысле, какая? Ну, за низботно глазки, или что-то. Не-не-не, это связано не с этим, это связано с военными сборами, и ВВС они никогда не говорят последний. Я с тех пор приучился поправляться. Они там ругают, что когда-нибудь честь отдавать, они ругаются, вот за это, а насчет это не существует. Ну, потому что самолеты, кажется, были это таисты, поэтому они никогда не говорят последний, не говорят таинь. Вот. Соответственно, да, и вот... Байтерский риск будет. Байтерский риск, я не рассматриваю, Байтерский риск. Байтерский риск. Да, Байтерский риск, считайте, не знаю, не прогибов. Вот. Вот. Соответственно, у нас до этого было пьерс, это вот так вот. Может быть, мы хотим что-нибудь осложнить. Вот. Ну, можно сделать это, на самом деле, сколь угодно вообще, но можно рассмотреть простой случай. Ну, это неправильность должна быть, наверное, относительно меры ЕБЕГА, нет? Абсолютно неправильность. Нет, 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 нет. Правильно, про гладкость, гладкость всегда не обсуждается. Мы от него будем... Если мы хотим что-то делать, мы от него будем хотеть... Про нуля. Ну, я про то, что это больше нуля. Не просто говорю. Ну, про то, что при от этого отделим от нуля. А. И отделим от нуля, ну, все-таки на вот этом как раз новости, люксила. Да, да. Мы не приближаемся, только там в одной точке, без какого-то конкурса. Нет, это все будет, конечно, нужно. Но я сейчас рассмотрю простой случай. Вот. Я рассмотрю не от этого, а это, соответственно, гауссовское распределение. Вот. То есть у нас там сточистый, да, нормирующий носитель, пускай у нас гауссовское, концентрированное в нуле гауссовское и с некоторой матрицей. Шверсорной матрицей, там, G1-2 или... Мне удобно ее проигрывать так, это вот G умеет. Это не то G, которое было G. Вот. Соответственно, у нас есть матрица G-квадрат. И на самом деле, возможно, две ситуации. Либо G-квадрат много меньше, чем диномик квадрат. То есть по сравнению с характерной для задачи кривизной, такой, или, как это сказать, си... В общем, по сравнению с теми данными, которые есть, у вас поприорное распределение слабо. Либо, соответственно, обратный случай, когда G-квадрат, может быть, там, порядка, это тоже квадрат или больше. Вот. Это два принципиально разные ситуации. В этой ситуации, кстати, ничего не меняется. А во-вторых, да. Она будет не верна, во-первых, в той постановке, какой есть, центр сместится, как минимум. А во-вторых, будет множество интересных эффектов. Типа снижение размерности, будет не в Кубе, а в Бэффективной, наверное. Ну, то есть, увеличили байс, уменьшили венец и так далее. Вот эту вот ситуацию мы в тех статьях, которые в данный момент опубликованы, оно не отпущено, мы немножко постарались это охватить недавно. Вот на код подавались, вот там это работало, но она еще тоже в процессе. А вот про эту ситуацию было интересно исследовать. Ну, вот я написал, уже квадрат много меньше, чем только квадрат. А что значит намного меньше? Вот. Ну, то есть, как бы это ограничить? Вот. Ну, и оказалось, что можно сделать там, если, ну, там, довольно просто, используется неравенство Пинскера, и можно показать, что если у вас ограничены три величины, первая, норма дольной минус первой, g квадрат до лиды минус первой, то есть супрама норма меньше квадрата эпсиона, во-вторых, если у вас след, то есть самая матрица меньше какого-то альфа, и в-третьих, что норма дольной минус первой, g квадрат, это с звездой, меньше равна какого-то бета, не масло масляное получается? Нет, не масло масляное, из этого следует, это все равно на П, вот, а это может быть плохо, мне кажется, классно. То есть следует-то следует, но в реальности это может быть гораздо лучше, если... В Пинскере вот этот трек вылезет? В трек? Или все равно, ну, вот второй, вот этот трек неравный вылезет? В Пинскере вылезет все три. Ну, вот, вот так. Вообще, не так, что какой-то Пинскер, Пинскер же вроде как корей, там, снизу. Ну, нормально, да? Нет, Пинскер, нет, смотрите, о чем здесь Пинскере? Что такое неравный Пинскера? Здесь нет, кто... Не, я подозреваю, что все знают, что такое неравный Пинскер, я не помню. Я не знаю, кто. Неравный Пинскер это следующее, что вот Супремум пара, как тем не менее mathc, b , , корни из Estoyég hochengarikum между P , , если şunu а это неравный Пинскер, Я новым помогаю в данном случае все сделать. Ну то есть, что такое в нашем случае? Мне кажется, это два корей, а не одна вторая корейка. Одна вторая. Двое. Что? А вот три. Сколько их ничего? Макарович и аллергий. Нет, когда двоечная запись пишет, что это корейка. То есть, мне кажется, что должна быть двойка перед корейкой. Ну тогда это точно верно. Безспорно. А вот если вы тут, то надо было понятно. Нет, но Тинкер доказал точно без двойки в свое время. А потом это доказали другие товарищи. Катерина Александровна, как ваше мнение? Моё мнение, что может быть, это, Саша, вы будете записью левого стоянного, а не через субрылого, а через субрылого? А, типа, как по теореме шахты? Да. Вы можете записью в виде шефер используете? Ну, в смысле, у вас говорят. Кто вас там и знает, да. Может быть, если дешение, там одна-вторая, интеграл разности этих... Нет, вот это прям... Нет, вот это, по-моему, это диабан. Ладно, да. Я правильно. Если дешение, то двойка будет справа. Да. Да, здесь оказывается будет лишняя двойка. Одна-вторая. Ну вот. И, соответственно, как это использовать? Ну, это использовать можно просто как... Ну, вот, например, у вас есть, по сути, у вас есть два гаусса. Вы приближаете ваше распределение гауссовским. Ну, и если использовать... То есть, вы хотите, чтобы у вас было D0, там была матрица D0, и у вас там было вот это вот, это 0. Вместо этого у вас получается гауссовская, в котором DG и там еще что-то типа D с крышкой G, которая там как-то от этого G тоже зависит. А DG в квадрате это D0 в квадрате плюс G в квадрате. Ну, и все сводится к сравнению двух нормальных распределений, у которого у одного матрица-кавариата D0 в квадрате плюс G в квадрате, а у другого просто D0 в квадрате и показать достаточное условие, когда эта разница будет маленькая. Ну, и вот если показать, что все вот эти три малы, то и все суммарно, будет маленькая, там можно явную формулу. Все моих единиц и все можно ограничивать? А кого-то из них нужно ограничивать, чтобы вывести это правильно. Ну, там я могу записать явную формулу, но, в общем-то, я думаю, она с большого понимания этого смысла не везет. Просто чтобы доказать близость двух нормальных распределений, через неравенство Пинскера нужно ограничить, нужно ограничить, соответственно, разницу между координационными матрицами и нужно ограничить разницу между средними. У меня ощущение, что это более-менее стандартное. Где-то все должно быть. Ну, я имею в виду, что где-то это должны быть какие-то компактные формулы, как это делать, или я не прав? Ну, вот то, что там написано, есть формулы прямо близки. Ну, это... Нет, ну... Ну, как бы, естественно, это стандартно. Ну, как бы, Кульба Клейбера, даже с двумя нормальными, это стандартно. Потом вам не нужно его члены оценить. Там Кульба Клейбера выписывает. Вам не нужно его члены оценить. Ну, вот, например, в наших обозначениях, оказывается, что в таких условиях достаточно. Да, я хотел сказать пару слов, что, на самом деле, то, что я рассказывал в первой части, это было про, кстати, теорему Герштейна-Фон Мизеса. У вас есть размерность какая-то, может быть, большая, но конечная. Вот. А интересными являются всякие другие ситуации. Например, у вас может быть ситуация, когда у вас полумпараметр, он бесконечно мерный. Например, у вас есть какое-нибудь из-за того пространство, в котором есть базис. Вот. И параметр у вас функциональный. Вот. Ну, или просто, например, просто счет-счет. Ну, то есть, у вас полный ваш параметр, я его обозначу буквой Юпсила. Маленькая. Юпсила маленькая. Да. Вот. Теперь я знаю, что равно он видится. Ну, так оно выглядит. Ну, я генизировал, я всегда его могу. Ну, я тоже. Ну, ладно. Ну, ладно. Ну, ладно. Упсила. Теперь мы будем знать, что ребята. Ну, когда я делаю базы, я обычно говорю В. И недавно мне в том же Питере сказали, что нехорошо. Вот явно Юпсилон. И вообще переменные В статистики буквально не называют. А так это не значит, что в Питере тоже приняты на синий статистики? Ну, там есть такой, я как Никитин, и вот мне сказал, что… Да. Вот В – плохое обозначение этой статистики. Вот. А Юпсилон хороший, потому что мы говорим, вообще лучше бы это. Ну, ладно. У вас есть полная память, а он, соответственно, бесконечно нервный. То есть, вот если вы первая, то есть вы первая и так далее. Вот. А… Ну, и все так же, как и раньше. У вас есть, правда, подобие. Вот. Ну, хочется для такой ситуации формулировать, например, теорему Берштейда-Фон Минеса, но оказывается, что так просто ее сформулировать нельзя. Например, в смысле Тотом Вареншин. В крайней мере, в том виде, в каком-то написали раньше, по той причине, что бесконечно-мерный стандартный нормальный вектор, он как-то нигде не концентрирует. Вот. У него такая… Его там нормы от ожидания бесконечные. Ну, и всякие такие проблемы возникают. Вот. Поэтому либо можно формулировать более слабые результаты, то есть там в каком-то слабом смысле, в некотором близости распределения. Либо можно смотреть, например, то, что люди умеют делать уже достаточно хорошо, это говорить так. Но весь вектор Юпсила нам не интересен, а мы хотим посмотреть на какую-то его конечномерную проекцию. Вот. Это какое-то проекция. Ну и, соответственно, это принадлежит Карфу. Вот. Ну, как только вы смотрите на проекцию, все сразу начинает хорошо формулироваться. Вопрос в том, ну, что из этого можно всего получить. Ну, оказывается, что можно формулировать все аналогичные теории, в частности, типа феномена Горнштейна-Соммунизаса. И вот здесь это только размерность вот этого подветтора, да? Она не всего вектора. смотря на птич. Да. Смотря на птич. Такая птичь в испечности Денобар. Да. Вот. То есть можно говорить что-то вот такое, и это будет вот. Вот. То есть тут появляется другая матрица Фишера, так называемая эффективная матрица Фишера. Вот. Это, соответственно, некоторая опять оценка. Для этого это под матрицей, соответствующая. Ну, то есть это почти. Ну, это почти. Это вот так. Если там сложность. А, я понял. Да, да, да. Там какая-то поправочка будет. Поправочка будет непривиальная. Вот этот форум у первой высоты. Вот эти форуму? Да. То, что все эти параметрицы чувствуютно видится… Étконечный мертный случай. Только где-то. Первая работа, я не знаю, это, наверное, какой-нибудь андервард, что-нибудь такое. Рубежный 92 тысячи. Не знаю, что все первые, не первые, но нормально. Да, нормально. Да. Соответственно, можно все наши несимпетические результаты на это дело распространять. Большой сильно разницы в доказательствах там нет. И там возникает проблема в том, что у нас результат был для конечной размерности, и тут она бесконечная. Соответственно, можно пользоваться методом, например, называемым. Ну, в нашем случае это метод проекционных артенок, о чем мы говорим обычно, сифа-прощ, типа видос решета. Вот, это более общая вещь, у нас это просто проекционные оценки. Введем, кстати, неким Чельцовым в счетном году. Сатурик-Конки, кстати. Что? Сатурик-Конки, кстати, по-моему, встал я. Ну, возможно. Сатурик-Конки тоже был. Нет, конечно, у меня там тоже был отдельный. Хосьминский был, Сатурик-Конки? Хосьминский тоже, да. Да, кто был там? Он был, да, всегда там, где сейчас Дмитрий Григорьевич. Хосьминский? Он, да. Ну, я был приеден. Я был приеден. Вот, и, соответственно, что мы делаем? Мы разбиваем на два шага. Сначала, то есть если у нас, ну, простая ситуация, у нас полный В, это стэта, стэта. Вот, соответственно, мы разбиваем на два шага. Первое, мы говорим, что В, 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 М, это стэта, стэта, где мы из полного вектора S бесконечно мерно взяли там сколько-то первых, первым компонентом. Соответственно, для этого получается Вершнейсфон Митрис, как раньше. Вот, останется только связать этот результат с тем, что происходит в полной пространстве, и, соответственно, там второе, это оценка байса. Ну, вот, оценка смещения, просто. Вот. Соответственно, эти два шага комбинируются, ну, и получается несколько результатов. Вот. Вот. Те, кто рисуется подробностями, это можно, соответственно, ну, есть английском, это... Да, ну, она в архиве, она уже на сайте журнала. Журнал «Байсовский анализ», и у нас там статья, она спокойная, она есть на архиве, но последняя версия на сайте журнала лучше брать. Вот. А, ну, еще на сайте EP висит моя диссертация, там все на русский переведено, и поподробно. Вот. Там же Афт-Эферат висит? Там же висит архивная диссертация. На сайте EP? Вот. На сайте EP на сайте соответствующего висит. Ну, там, на хронической ответственности висит. Адрян. Вот. Наверное, на этом я бы закруглился, честно признаться. Вот. И... И поем бы. Это тоже не помешает. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.